Как воспитывать бойцов Как воспитывать настоящих бойцов? Их нельзя, нельзя баловать. То есть с самого детства обязательно учить трудиться. А умение трудиться – это одно из условий зрелости настоящего мужчины. И это умение должно закладываться с детства. То есть помыть пола, почистить картофель, все домашние хозяйственные дела. Игорь Владимирович Асташев на семинаре постоянно говорит, нельзя воспитывать детей в тепличных условиях, иначе он не будет готов к жизни в этом мире. Не зря же говорится, что труд облагораживает человека. Хотите, чтобы у бойца были высокие результаты? Тогда как часто ваш ребенок посещает тренировки? И нужно выполнять три условия для этого развития. Первое. Количество занятий. В зале необходимо тренироваться каждый день, а то и по два-три раза. Получается идеальное количество тренировок от трех до двадцати одной. Второе. Питание. Чем заправляется ваш боец? Питание должно быть сбалансированным и своевременным. Третье условие. Это усилия. Необходимо прикладывать постоянные усилия. И выполнять задачи тренера. То есть нужно трудиться, трудиться и трудиться. Ребенок должен осознавать, для чего он ходит на тренировки. И у него должно быть желание тренироваться. А иначе тренировка будет для него пытка. Родители с малолетства обязаны прививать своего ребенка к трудолюбию. А путь к успеху – это уважение, вежливость, мудрость, справедливость и полное погружение в тренировочный процесс. Вот и все. Сосредоточен ли ваш ребенок на тренировке? Умеет слышать учителя? Приходит ученик за знаниями или за развлечениями? Родитель, конечно, авторитет для ребенка. Как себя ведет ребенок, таково его и воспитание. Родители закладывают основы правил поведения и умения отвечать за свои поступки. Конечно, задача тренера – сделать каждого бойца более универсальным и гармоничным. Способность индивидуально подходить к развитию каждого ученика. Единоборства в целом учат, как жить в обществе, как себя вести и относиться к окружающим и к себе. Цель – стать настоящим человеком. Стать чемпионом – это непросто. А чемпионом в жизни еще сложнее, так как тренироваться над собой, над своими слабостями приходится каждый день. И нужно быть готовым всегда. Так что старайтесь настраивать и поддерживать своего ребенка. И желательно собственным примером. Думайте, анализируйте, делайте правильные выводы. Всем спасибо за внимание. Салют, друзья! Если понравилось видео, ставьте лайки. Если нет, тоже ставьте лайки. Подписывайтесь на канал Wing Chun 108. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!